Сколько на запусках максимально было? 1300 долларов. Разные есть примеры, разные есть кейсы. Результат реально крутой, кто умеет считать, уже посчитал. Чуть-чуть его доработать, и этот товар начинает залетать. Иногда раз в 10 дороже. Инструкция для бизнеса. Все очень просто. Как за 5 шагов построить новый бизнес с Китаем и получать от 100 продаж в день с наценкой 300%? Я хочу представить вам Дмитрия Кавпака. Это олигарх на товарах с Китаем. У Димы онлайн-школа. Аллигатор. Аллигатор. Дима один из крупнейших игроков рынка онлайн-образования. Ты, наверное, входишь что в 5, то в 10 игроков, по моим ощущениям. Мы не меряемся ни с кем. Сколько на запусках максимально было? Людей? Денег. Я скажу про людей, не буду говорить про деньги. Последний поток был 935 человек. Тысяча. Ну, поблизимся. И мы сейчас сделали ставку. У нас будет программа более 1500 человек. Ну, в один курс. И это курс на протяжении полутора месяца. То есть, когда люди получают схему, готовую схему работы, получают мой опыт работы с Китаем. По сути, проторенную дорожку. И попадают в сообщество. Сообщество их еще очень сильно докачивает. Средний чек? 1200-1300 долларов. Прикольно. Круто. Ребята, результат реально крутой. Кто меня считать, уже посчитал. Дима учит тому, как привезти из Китая что-то интересное и продать это по цене намного дороже. Иногда раз в 10 дороже. Разные есть примеры, разные есть кейсы. Есть кейсы такого национального масштаба, когда в каждую семью поставляется продукт, который реально помогает родителям спать ночью, когда ребенок болеет. Есть обычные товары, которые ты видишь каждый день. Там электросамокаты, электровелосипеды, особенно в пробках. Чаще всего многие эти товары возятся моими учениками. Много историй, когда люди на последние деньги покупают, и у них вот этот вот пожар сзади, знаешь, он их заставляет, стимулирует. И часто вот кейсы, почему-то крутые кейсы у людей, у которых болит, у которых вот есть какая-то сложность, какая-то проблема, какой-то вот огонь сзади, виллы, да. Те ребята, которые приходят в программу, у которых там Honda Accord в гараже, какой-то бизнес, они зарабатывают там 5-10 тысяч долларов. Вот. Они такие, знаешь, медленные. Они хотят построить сразу завод, какой-то космический корабль. Им не хватает где-то там энергии, энтузиазма. Вот. Их прямо приходится палкой бить. Да, у нас в акселераторе то же самое. Те, у кого есть там депозит, там богатый папа или там муж, они там откладывают на потом, они идут на тренинги по публичным выступлениям, они еще куда-то идут. То есть начинают вот в стороны куда-то бегать. Я говорю, ну ты сделай вот А, Б, С. У меня есть очень крутой кейс, реальный кейс, прям, который, во-первых, будет, ну, мне кажется, полезен всем, кто интересуется зарабатыванием денег. И смотрит и на Китай, и на образовательные сферы. История парня, он там, ну, его семья там стоматологи, у них там стоматологические кабинеты. И один из расходников в стоматологии это бурмашинки. Ну, просто вот бурмашинки, которыми там сверли. Он начал пробовать себя в теме Китая и начал возить китайские бурмашинки с LED-лампочкой. То есть ты заносишь ее в рот, и ты видишь очень хорошо место. И он одним из первых начал этот продукт завозить на рынок. Ему было легко очень продавать их стоматологам. То есть очень понятная простая модель продаж. Заходишь в стоматологический кабинет, показываешь продукцию, показываешь ее возможности, оставляешь попользоваться даже. Проблемы у него начались, когда эта продукция начала разлетаться в вортах клиента. И он понял, что ему сложно на маленьких партиях контролировать качество в Китае. Но продукция была круто упакована, круто выглядела. Очень идеально все. Но он не мог сертифицировать ее здесь. Это была очень длинная, сложная процедура, потому что медицинский прибор, для него показалось это сложным. И он нашел здесь производителя, фабрику, которая делает бурмашинки. Российские. Он говорит, ставьте. Но они ужасно выглядели. У них ноль продаж. Они плохо продают. И он позвонил, договорился, рассказал, что у него очень хорошо продаются. И ему надо повысить качество. И ему нужно создать совместный продукт. Они очень быстро нашли общий язык с руководителем фабрики. Он начал поставлять комплектующие из Китая. Собирать начали на российской линии сборки. Да, кстати, у ПТЦов, я понимаю, что сборка хреновая. Сборка страдает. Сборка страдает. И китайцы, знаешь, они как? Они думают вот детально. То есть, похоже на картинку, нормально. Например, электросамокат. У меня три электросамоката дома. Три. Первый, который я получил, я проехал буквально на нем 10 километров. Из него начали выпадать болты. Знаешь почему? Китайцы не поставили гайки. Эти шайбочки. Просто шайбы. Почему не поставили? Ну, не подумали. У меня был опыт. Мы с приятелем начали возить триатлетские велики. Там чемоданы, всякое такое. До сих пор эта тема хорошо работает. Титан называется. Прикольно. Я просто вышел. Там была боль такая, что все крутые велики, они дорогие. Нормальных триатлетских, такой дешевый сегмент, нет, не было. Мы в Китае нашли. Действительно, блин, привозят. Они вообще не зажимают гайки. У них вообще настолько это все. Ну, все разболтанное. А в целом, как бы, качество нормальное. Его надо чуть-чуть дотюнить. Его надо вот наши мозги, чуть-чуть его доработать. И этот товар начинает залетать. Но это как в любой сфере, знаешь. Для меня было удивлением. Мы когда были с тобой на Карибах, вот Синерги ездили на яхтинг. Ты рассказывал там про каких-то своих учеников, которые рассказывают и зарабатывают какие-то сумасшедшие деньги на том, как выращивать грибы. Грибы, вешенки. Вешенки. Для меня это было просто. Ну, то есть, вешенки, выращивать грибы. Кому, во-первых, кому это интересно так, чтобы люди за это прям платили деньги. Я думаю, там есть какой-то скрытый потек. То есть, что это какая-то действительно выгодная тема. Там перепродаешь. Вот, что выгодно выращивать грибы, а потом их... То есть, это типа инструкция для бизнеса на самом деле. Бизнес Китаем это то, что будет было вчера, есть сегодня и будет завтра. Не меняется. Куча вечных тем. Мы с тобой покупаем там пеленки, памперсы, там тапки, постель, там свадебное платье. Ну, то есть, это будет. Люди будут ходить там в гости, жениться, рожать, игрушки, все такое. Технологии будут меняться, да? Будут там тренды технологичные, там эко, шмэка, там электротранспорт новый, там беспроводные зарядки и так далее. Мы будем платить за эти товары там рублем, долларом, гривной, биткоином, неважно что. Но мы будем. То есть, в рамках этого. Но какой большой тренд? И этот тренд видно по синергии, который собирает там десятки тысяч человек там в формате своих ивентов. И постоянно я думаю, аааа, 20 тысяч в Олимпийском, тут через неделю 5, там 10, потом опять 20. Потом поехали в Казахстане, думаю, ого, это сколько людей учатся, сколько людей хотят учиться. Потому что старая эра образования умерла. Если человек вообще с головой, если у человека вообще хоть чуть-чуть в голове есть, хоть чуть-чуть мозгов, он уже понимает, что ему недостаточно того, что он изучил там в институте, в школе, все. Не надо идти в институт. Он ноль, он ноль сегодня, его ценность на рынке ноль. А извини меня, там, приди, посмотри, ты хочешь быть специалистом по СММ, пожалуйста, пройди курсы по СММ. Ну да, да, получили сразу зарабатывать. Ты хочешь там стать специалистом там в какой-то области, вот, тысячи уже решений. Да, онлайн-сколы программирования, не надо. Вот, пожалуйста, да. Сегодня ты за вечер можешь узнать больше, чем за месяц. Мне нравится то, что вы, фактически, вы кузница людей, которые транслируют свои знания. Вы показываете людям с опытом, с навыками, как эти знания транслировать. Получается, что ты за счет трансляции вот этой идеи про онлайн-школы, ты сегодня, это сегодняшний тренд, перспектива. В Штатах рынок онлайн-образования, там, консалтинга, он там, 7 миллиардов долларов. В России, там, в Украине, ну, вообще в русскоязычном пространстве этот рынок будет масштабироваться, увеличиваться каждый год минимум на 20%. Поэтому сегодня не делать этого, если у тебя есть опыт, навык, если ты твердый, а не просто, там, прочитал книгу и завтра рассказываешь людям, как жить. Если ты твердый, да, то, ну, ты не имеешь права этого не делать. Люди хотят этого, люди хотят спросить, куда платить деньги. Да, да, да. Куда платить? Как ушел к теме делиться опытом? Да, я пост написал в фейсбуке, написал, типа, вот у меня большой опыт в теме бизнеса с Китаем, кому интересно, вот, зарабатывать на этом деньги. И это просто, ну, то есть, там, грубо говоря, там, в течение двух-трех недель ты можешь получить уже, уже систему работающую, которая приносит бабки. Так как Китай сегодня от нас на расстоянии трех дней, то есть, сегодня мы можем получать товары в течение трех дней из Китая, 3-12 дней, вот, диапазон, то, что авиаработает, там, с автотранспортом можно, там, в течение 20-25 дней работать, и огромное количество компаний, которые подключат и делают. Вот, а у меня появилось первое 11 студентов. Я подумал, о, прикольно, хобби такое появилось, у меня появилось хобби. И я думал... Они платные уже были? Да, ну, знание — это энергия. Если ты просто отдаешь энергию, во-первых, она не ценится и не приносит пользы никому. Я заметил, тем больше платят, тем больше ценят, тем больше уважают. Да, и, кстати, это... То есть, знаешь, это люди, которые нам приносят, там, полтора, три с половиной миллиона рублей, они, несмотря на то, что они реально крутые, у них пиетет к нам больше, чем те, кто заплатили, там, 300. Была такая фраза у Джека Ма, который создал Али Бабу, что бедных людей удовлетворить сложнее всего. Бедных даже не в плане денег, а в плане вот внутреннего мира бедных. То есть, они не способны ценить. Вот, да, мое первое занятие дает возможность заработать деньги на следующий день. Одно. Вот ты просто одно занятие смотришь, и ты можешь деньги заработать на следующий день. Есть там от трех до пяти процентов, которые за неделю делают деньги. Так, где занятие брать? Оно платное? Ну, это в программе, да. С этого начинается программа, понимаешь? Я считаю, что чем быстрее люди поверят, насколько это вот работает, тем быстрее надо им дать вот этот вот инструмент. Остальные как потихоньку раскачиваются, знаешь, как все от мотивации, да, все от желания. И действительно, я правда согласен с тобой, что чем больше люди платят за знания, тем больше они его ценят, тем больше они его тебе не доверяют. Ну, какой смысл мне, например, рассказывать то, что не работает? Ну, смысл. Если я это рассказываю, говорю, что это пройденный мною путь, это сработало для меня и для тысячи. Да, если ты доверился, то доверяю уже полностью. Да, то доверяю уже полностью. А знаешь, вот эта большая проблема нашего брата, вот люди заплатили и доверяют на, ну как, на чуть-чуть. Да, начинают экспериментировать. И начинают думать, так, а доверять тебе или нет, еще начинают слушать бузения там соседей, друзей. А сколько твои друзья зарабатывают, чтобы тебе их слушать? Мне кажется, нужно с этим работать. То есть нужно еще выступать на тему не то, что перспективно вообще, что там сегодня нужно делиться опытом, что сегодня там онлайн-образование – это возможность для наших детей, например, да, не тратить столько времени на то, чтобы стать овощем, а возможность инвестировать это время, чтобы зарабатывать, становиться реально эффективным членом общества. Чем больше людей с опытом, с навыками будет, блин, ну это круто. И то, что ты делаешь, я считаю, не то, что в тренде, не то, что, правильно, позволяет вот найти вот этих самородков и дать им возможности рассказать массово о своем знании, о своем опыте, упаковаться им правильно, чтобы у них были отзывы, там, видео, там, истории, да, людей, которым они помогли. Вообще, в принципе, бизнес, он очень похож. Везде есть там продукт, продажи, там, сервис, там, выполнение обязательств и так далее. Но тут мы очень много должны уделять личному, да, показывать себя, показывать, кто мы на самом деле, как мы живем, как вообще мы пришли к этому. Показывать, что мы такие же живые люди, что у нас были страхи, что у нас были неудачи, что у нас не все получилось там моментально, что это не, знаешь, как, что-то не произошло, там, с небес упало, что человек на вершине горы туда не упал. Вот вы не понимаете до конца, что человек на вершине горы туда не упал. Дима здесь, он не упал на этот стул, он... Я до этого падал. Да, он много раз до этого падал. И отличие, отличие его успеха от вашего заключается лишь в одной маленькой детали, в том, что он продолжал подниматься и идти дальше. Ты согласен? Да, последнее падение было как раз перед акселератором «Остров». Главное, что ты продолжаешь пробовать. Мне кажется, предпринимательство – это как болезнь. Это, знаешь, такая неизлечимая болезнь, когда ты просто не можешь больше не делать этого. Мы построили одно сообщество коммуникации, где люди делятся опытом, обмениваются знаниями, партнерятся, ищут инвесторов, вкидывают. Второе сообщество – это торговая площадка, то есть где оптовики выкладывают свои оптовые предложения. У нас там каждый день просто такой веер. Я привез контейнер этого, я привез это. И иногда, знаешь, ты привозишь что-то, туда выкидываешь сообщение, и так сразу раз – и все. Скажи, первых 11 студентов ты их ведешь, и потом, когда решаешь как-то сделать из этого уже бизнеса, а не хобби? Еще раз. Твоя история, вот ты первых 11 студентов получаешь из поста в Фейсбуке. Да. Дальше ты понимаешь, что это интересная штука. Дальше меня приглашают выступить на вебинар. И я на вебинаре, мне говорят, ну ты же можешь что-то продать на вебинаре? Я говорю, ну у меня есть программа, вот у меня сейчас один студент учится, как раз они прошли там половину программы. 7 из 11 человек уже зарабатывают деньги. Говорят, о, круто, типа, давай мы продадим на вебинаре. Я думаю, ну, хорошо. А это кто, что за институция? Были просто ребята какие-то, которые собирали вебинары. Это еще конец 13-го года. Их, может, уже и нету, ну, в плане… Как бизнеса? Да, как бизнеса. У них было на вебинаре 200 человек, их аудитория. Вот, и я выступаю на вебинаре и закрываю 66 человек. Офигеть, конверсия. Ну, я думал, ну, окей. То есть, у меня появляется 66 учеников. И перед Новым годом я выступаю еще дважды или трижды на каких-то мастер-классах и закрываю 150 человек в третий поток. Третий поток. Вот, и, видимо, или я делал все очень по-другому. Во-первых, я не учился. А уже были кто-то, кто-то подобному учил? По бизнесу с Китаем? Ну, были какие-то там примеры, типа, там, зарабатываю на одностраничниках, там, еще что-то. Очень активно бизнес-молодость скачала, да, там, собирала тысячи людей. Я фактически давал, а что делать, как делать, и прям пошагово, буквально, вот, сделал это, 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 это. Как у нас в Окселераторе. Мы, по сути, не дешевые с тобой игроки. Ты по бизнесу с Китаем, мы по онлайн-школам. Возможно, это какой-то тренд. Мне кажется, чем более ты конкретный, чем более ты конкретный, тем понятнее ты людям. То есть, ага, я хочу зарабатывать вот так, а вот есть люди, которые конкретно этому учат. Начался 14-й год, я три месяца вначале жил в Европе, путешествовал, и как-то мне было в тему, то, что я вел вебинары, это было удобно. И у меня как-то это начало превращаться уже из хобби в что-то, то есть, я уже создал сообщество, сказал, что вот теперь у нас есть группа. Ну, потому что тупо было, что люди просто отучились и куда-то там уходили. Появилась группа, появилось там в этой группе 500 человек, вот, эта группа начала увеличиваться. В 2015 году я провел первое живое выступление, был живой эвент в Москве. Я начал возить с собой группы в Китай, я начал брать еще людей с собой в Китай возить. То есть, я начал показывать прям вот, вот, прям вот, вот так, вот прям, вот, вот, да, вот так, да. Это было очень круто, потому что такого никто не делал, при этом так, чтобы за руку прям, вот прям за руку, вот товар. Нихау! Нихау, да, вот, вот там отправка, вот склад-то там карго, вот упаковка, взяли, отправили. Вот, вот, и это начало очень тиражироваться. В 2016 году я провел первый форум по бизнесу с Китаем, там появились публикации. Да, офлайновые в журналах, там Forbes написал чуть-чуть. В 2017 году я выступил, мы тоже сделали большой эвент, повторили. В 2018 году я выступил, считай, на трансформации, на 20 тысяч человек в Олимпийском. Мы делаем также огромный эвент в Акрокусе. Очень численность увеличилась у людей. То есть, это действительно движуха. То есть, я создал большую движуху. И любая обучающая образовательная программа, она требует работы, роста не только тебя, да, но и программы, то есть, продукта. Ты все время должен работать над продуктом и стремиться сделать так, чтобы у тебя результатов становилось больше. То есть, кейсов становилось больше, чтобы у людей получалось быстрее, проще. И ты должен привлекать к достижению этого результата максимум сил, энергии, там, может быть, даже сторонних людей. Сейчас мы в программу добавили, мы сделали интенсивы с моим партнером Тарасом по трафику. Они так и называются, то есть, получают 10 заявок в день. Там, возьми Google, Яндекс, получай тут. Возьми Facebook, получай тут. Я считаю, что для этого бизнеса ключевое, самое ключевое, это продукт. То есть, нету продукта, все остальное забудь. Офис не нужен. Нужен продукт. Если продукт есть, и он работает хотя бы для 10 человек, все, вот это уже почва, с которой нужно что-то делать. Нужно делать, а, понятную, простую, самую простую воронку, давать туда трафик. Сначала можно покупать где-то на аутсорсе, а потом нужно привлекать себе в команду. В общем, у тебя вот ключевых там около 10 человек. У вас есть офис, но вы там… Уже есть, да. Планируем, что нас будет где-то 20 человек продавцов. У Димы одна из сильнейших компетенций – это RedGen. Вы там за пару дней можете собрать там 25 человек новых лидов. Мы за 2-3 дня, мы делаем от 10 до 25 тысяч регистраций. Такого, мне кажется, в России никто не умеет делать. Никто. Он об этом не расскажет вам на камеру. Наша новая компания LionsLand, LionsLand, львиная земля, LionsLand, возможно, об этом начнет говорить. То есть вы делаете проект тому, как делать трафик? Да, я думаю, что это необходимо. Появится продукт по Facebook, потому что из Facebook можно… Удивительно, у Facebook есть оптимизатор. И если ты правильно настроил… Look like. Да, он по look like, он понимает, что ты, например, подходящий клиент, я подходящий, и он по похожести профилей начинает тебя показывать всем целью. И оттуда можно вылавливать тысячи просто. Это, мне кажется, еще больше, еще больше, типа, ну, сейчас много предпринимателей, а у всех предпринимателей боль – это, типа, где брать клиента. Да. И вы на этом проекте можете, конечно, прям сделать еще одну красивую историю. Это будет большая история. Земля Львов, да, такой прайд. То есть те, кто в прайде, они будут всегда королями. Если у вас есть ценный опыт, то не прячьте его там под подушкой, но поделитесь этим опытом с другими людьми. Проще привлечь к себе партнера, который станет рядом с вами, будет помогать, а вы как продукт будете развивать себя. Вот, ребята, мне кажется, сегодня номер один в этом. И очень грамотно, очень методично доносят все, что необходимо на этом пути сделать. Дима видел. Мы просто, да, мы просто изнутри знаем программу. Моя жена ее проходит сейчас. Тарас, кстати, просмотрел все сейчас занятия, которые открыты. Говорит, это лучшее, что он видел вот из образовательного в русскоязычном пространстве. А мы очень много учимся. Ну реально, мы кушаем практически все, что появляется. Поэтому мы от души искренне считаем, что вот в плане онлайн-школ, акселератор, это правильный выбор. Я считаю, что тут у истоков стоят правильные люди. Идите к Диме Ковпаку, смотрите, как он учит торговать с Китаем, как иметь вот эту маржу и как строить свои бренды. Дима дает бесплатный мастер-класс. О чем он? Там все очень просто. Как за пять шагов построить новый бизнес с Китаем и получать от ста продаж в день с наценкой 300%. Пять шагов, сто продаж в день, наценка 300%. Хотите, бесплатно, дадим ссылку. По ссылке. Все замечательно. Если вы хотите зарабатывать деньги, то у вас для этого как минимум уже есть два решения. Да. Субтитры создавал DimaTorzok